здравствуйте уважаемые представители знака зодиака скорпион общий астрологический прогноз январь 2023 года венера в вашем доме дома родины родни с 3 января по 27 это хорошая новость для скорпионов особенно для скорпионов по асценденту потому что здесь улучшение ситуации у вас дома либо у вас на родине а может быть и то и другое но ребята у нас месяц ретроградный поэтому улучшать самостоятельно не следует то здесь улучшает сама вселенная то есть сама богиня любви не сходит и что-то происходит как по волшебству с одной стороны это хорошо с другой стороны не очень особенно если вы человек деятельный если вы сами планируете и делаете и вообще не рассчитываете на чью-либо помощь то здесь вам может быть достаточно тяжело то есть вы что-то можете начинать она не получается вы не понимаете ну почему же потому что время отдыхать по большому счету то есть быть дома в постельный режим возможно у кого-то и или напротив не быть дома а как бы оставить свой дом на попечение вселенной на волю небес все будет хорошо если вы куда-то возвращаетесь в те места где вы уже бывали раньше и путешествовали а это возможно то дома все будет хорошо что не переживать о месте жительства полнолуние в вашем девятом доме это дом переездов но у нас ретро меркурий ретро марс ретро уран о том что если вы куда-то отправляетесь то там где вы уже были в новом месте лучше не путешествовать очень опасен в принципе месяц январь для путешествий особенно эти важные дни это 7 это 8 января это 12 и 18 наиболее опасный для полетов на самолетах день 23 января плюс-минус несколько дней то есть в целом если вы куда-то едете летите то хоть на велосипеде едете это лучше это делать с осторожностью с очень большой осторожностью перепроверять чего вы не забыли взяли ли все документы нету там где-то ремонтных работ либо еще чего-то по пути по дороге то есть чтобы не нервничать потому что все таки у вас ощущение базового доверия к жизни должно быть на первом месте то есть вы прежде всего должны отвечать на вопрос это для меня безопасно если безопасно тогда вы можете это делать и действовать а лучше довериться конечно судьбе лилит ангел искушения переходит 8 января в ваш дом карьеры роста по жизни самореализации миссии и долго 9 месяцев она будет в вашем 10 доме все искушения и в то же время все таланты у вас будут на работе и также во всех остальных ваших делах и бизнесах где вы себя реализуете если вы сейчас реализуете себя в семье в доме тогда там тоже вы одновременно и талантливы и искушение у вас поступает через это то есть вы стремитесь к успеху и можно так сказать что проходите испытания фанфарами то есть чтобы не загордиться возможно вы прошли уже испытания и огнем и водой а вот настали медные трубы то есть вы держите ли вы когда все вокруг вас хвалят сможете ли вы выстоять против лести вот об этом будет следующий аж девять месяцев ребята это долго может быть предложена вам какая-то новая должность но к сожалению с какими-то темными делишками вам придется скорее всего столкнуться то есть там будет какое-то искушение то есть он будет говорить это вот это вот это все хорошо беленькая чистенько а вот здесь вот мелким шрифтом какое-то не очень хорошее не очень приятное для вас указание пометочка условия ну чтобы долго не говорить смотрите случаем не подпишите нечаянно контракт с дьяволом вот так вот лид она часто видится как дьяволица тем более что у нас еще и 8 дом активен у вас 8 дом активен в этом месяце марс в вашем восьмом доме вообще-то уже давно с 30 октября 22 года то есть вы в общем то давно уже в этих энергиях искушения какого-то страстного жаркого пылкого марс соуправляет вашим знаком 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 зодиака что-то я повторяюсь что-то я заикаюсь ребята почему что за магии меня слушают маги кстати по восьмому дому возможно вы занимаетесь магией возможно ваша сила такова что вы можете просто на кого-то посмотреть человек начнет заикаться либо спотыкаться то есть вы в этом тоже можете участвовать здесь может быть и шабаши у кого-то и с подружками по болтушкой потому что меркурий у нас в третьем доме ретроградный до 18 января 3 дом дом подруг восьмой третий дом сочетания это собрание такое собрались и вызываем духовно в круг коллеги когда коллеги собираются вместе кого-то обсудить либо что-то обсудить ну что здесь может быть по восьмому дому чита сексуальные похождения возможно на работе у кого-то может быть роман на работе с начальником например тайные какие-то делишки что еще обсуждать деньги тоже кто-то может узнать что у кого-то больше денег у кого-то вторая зарплата кто-то тайно кому-то деньги передает то есть это сплетни интриги заговоры и магические воздействия и ментальные воздействия магические не обязательно что там кто-то делает куклу вуду нет это может быть просто вот синергия энергия то есть собрались три женщины очень сильные и вот они как три норны одна будущее другая прошлое от эти настоящие и вот они плетут эти сети плетут эти интриги плетут эту косичку плетут нити судьбы целого коллектива возможно вплетают сплетничают сплетни от слова сплести то есть взята информация из каких-то источников из трех и что-то сплетни 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 по ретро меркурию вообще испорченный телефон то есть до 18 января здесь тема не только сплетен осознанных осознанного искажения информации но и неосознанного невольного греха искажения информации то есть помехи помехи испорченный телефон то есть может быть вольно а может быть и не вольно что делать что в таком случае проверять перепроверять информацию искать факты причем двойные подтверждения одного и того же факта то есть дважды ретро меркурия то есть раз и еще раз проверили перечитывать пересматривать переслушивать просить исправить ошибку переспрашивать правильно ли я вас услышал верно ли я понимаю вообще желательно всегда так общаться то есть любую фразу в ответ на любую фразу которая вам неприятно лучше переспросить то есть верно ли я вас понимаю что вы сейчас сомневаетесь во мне правильно я вас услышал что я совершил ошибку то есть здесь переспрашивать следует. Конечно же, ни в коем случае не берите кредиты, не давайте в долг. До 18 января, еще лучше, до 23 с этими делами, ничего. И, кстати, совместные капиталы тоже. То есть не только какие-то из рук в руки. Из рук в руки деньги — это третий дом. Но и совместные крупные суммы тоже. То есть ни в банк, ни из банка, ни в руки, ни из рук. Лучше не взаимодействуйте с людьми, вообще с энергиями денег других людей. Ни с маленькими, ни с большими. Ни с мелочью, ни с крупными суммами. По третьему дому идет мелочь. Кто-то вам купил чашечку кофе. А по восьмому дому идет наследство. Вот ни то, ни другое. Лучше не касаться этих дел, быть вещью в себе. В целом месяц для замкнутости, для того, чтобы разбираться в себе, в своих средствах, в своих финансах, в своих знаниях, в той информации, которую вы получаете и передаете, верно ли вы это делаете. Перепроверять, перечитывать документы, пересматривать, пересчитывать, перебирать старые документы, искать, если утеряны ключи, документы, можно найти. Но ничего нового. Не принимать в том числе. То есть как дар, может быть, вам что-то дано, что тоже не очень-то для вас благополучно. Опять, если мы трогаем магию, можно говорить о перекладе. Бывает такое, да, что вы знаете, откупы, например, на перекрёстках денежки выбрасывают люди специально на перекрёстках в качестве откупа. Ребята, поэтому на перекрёстке лучше деньги не подбирать за дороги, потому что это, ну, очень возможно, это откуп. То есть, да, человек туда что-то вложил, он откупился от чего-то, а поэтому лучше не брать эти деньги, конечно. Ну и тут что может быть? Родовая тоже какая-то магия может проходить. То есть, смотрите, чтобы случайно не взять переклад от сестры через деньги, например. Вот поэтому я и говорю, лучше общаться с деньгами, дело не иметь, только свои, только ваши, всё своё ношу с собой, перепроверяю, пересматриваю, всё у меня, никому ничего своего не отдам, и чужого мне тоже не надо. Солнце переходит в знак Зодиака в Адалее 20 января, 21 января в этом же знаке Зодиака Новолуния, и, собственно говоря, только Новолуния по часовому поясу поздно вечером, вообще можно говорить о том, что Новолуния 22 числа, и в этот день наступает китайский Новый год, год чёрного котика. У вас сочетание прекрасное, потому что у вас вообще ваш цвет, это чёрный, такой вот нефтяной, с переливами чёрный цвет, и здесь у вас в этом месяце восьмой дом активен, Марс в восьмом доме, чёрный с красным, с такими вот, с фиолетово-красного, пурпурным, серобуро-малиновым, немножечко фукси, немножечко вишни, немножечко малины. Я сейчас могу разойтись, конечно, с этими ассоциациями. Вот здесь вы всё это фиолетовое, не могу не вспомнить, Марсала, Марсала сейчас пойдёт, вишня, черешня. Ой, много ассоциаций у меня с этими, конечно, цветами. И вот вы входите в эту энергию, Новый год, Новолуние, уже считайте в целом эти три дня, 20, 21, 22, ну ориентируйтесь на что-то 22, а также и 23, 23 число, тоже важно. Здесь разворот Урана и ни много ни мало в вашем доме партнёра, в седьмом доме. Если у вас были проблемы во взаимоотношениях, если вы искали жену, мужа и не могли найти, то дорога открывается в полёт, вперёд после 23 января, ребята, потому что Уран был долго ретроградным, он вообще всегда долго ретроградный. И вот открывается окошечко для того, чтобы вам вылететь в супружеские отношения. Окошко открывается, двери открываются 23 января, а закроются они 29 августа. Поэтому для поиска любви используйте этот период в 2023 году. 23 января, 29 августа. То есть можно сказать, что февраль, весна и лето. Я желаю, конечно, вам всем любви и она будет у вас, потому что Венера из вашего четвёртого дома рода родни родителей переходит в ваш пятый дом любви 27 января. То есть, ну вот там уже после 27 января можете найти супруга, супругу встретить, можете начать встречаться, предложить что-то, совместное место жительства. Да, вообще, честно говоря, здесь сразу брак. Скорее всего, многие из вас сейчас слушают, кто нацелен на серьёзные отношения. Хотя и романтика, не без романтики. То есть брак романтический, не скучный. Скорее всего, вы стремитесь к такому радостному, приятному, но ответственному времяпрепровождению. И желаю вам счастья, любви. Венера в вашем пятом доме с 27 января, поэтому ориентируйте, что февраль дальше, конечно, будет очень любовным. Если вы хотите заказать свой личный гороскоп на 2023 год, либо на другой период времени, любой, можете обратиться ко мне лично. Так как мы затрагивали тему магии, могу вам сказать, что астрология — это, конечно, наука, но в своей работе я иногда использую и магические инструменты, методы, то, что называется тайными знаниями, эзотерическими, получаемыми уже ненаучными путями. Я, ребята, работаю и с картами Таро, и с рунами, и с номерологией, и с родологией, и с фэншуй. Я всё это подключаю в тех случаях, когда я вижу, что это вам нужно, то есть, что эти мои знания вам пригодятся. Ассоциаций также у меня много, как вы видите. Я люблю вдаваться в подробности в плане того, как что выглядит, как что пахнет, какие картинки, какие цвета идут. Поэтому можете обратиться ко мне лично с любым вашим запросом, с любым вашим вопросом. Всё что угодно. Я вам подскажу, порекомендую. Если вам нужна какая-то помощь, действительно, не просто астролога, то она будет. Астромагия, кстати, тоже. Это же есть, это есть, это есть, это точно есть. Поэтому астромагию я точно тоже подключаю. Обращайтесь ко мне лично, подключайтесь ко мне, если вы ещё не подписаны, обязательно подключайтесь на этот мой канал. Это несложно, это очень легко, это не стыдно, это не больно, это приятно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите добрые, светлые комментарии. Всего доброго.